Всем привет! Мы снова вместе и продолжаем наше с вами онлайн обучение. Сегодня мы вернемся к теме твитов. Начиная с сегодняшнего занятия, мы посвятим несколько занятий этому удару. Да, у нас на канале уже есть ряд видео, которые посвящены выполнению этого удара. У нас есть твит в базовом выполнении, есть твит в прыжке с толчок с двух ног и есть твит выполнения через маятник. И как раз последнему видео посвящено наше сегодняшнее занятие. Один из наших подписчиков мне задал вопрос, который достаточно интересный, достаточно стоит того, чтобы обратить на него внимание. Можно ли сделать твит через маятник? Вы можете увидеть этот удар. То есть вот так этот удар выглядит. Можно ли сделать твит через маятник с короткой дистанцией? То есть с дистанцией вытянутой руки или может быть чуть-чуть больше? Отвечу сразу. Можно. В этом как бы есть возможность выполнения этого удара. Вопрос в другом. Есть ли в этом необходимость? Любой удар, он имеет свою сферу применения. Он имеет слабые и сильные стороны. И нам нужно понимать, что если мы не можем до конца использовать тот или иной потенциал удара, значит нам лучше от этого удара отказаться. Приведу простой пример. С 1939 года в Советском Союзе выпускались такие, по-моему с 1939 выпускались такие противотанковые орудия, которые назывались ЗИС-2. Это 57-миллиметровое орудие, которое выпускалось, успешно применялось, использовалось. Но к 1941 году, когда началась Вторая мировая война, производство этих орудий было остановлено. Дословно было аргументировано следующим образом. Избыточная огневая мощь при отсутствии соответствующих целей. То есть, иными словами, эта пушка была настолько мощная, что те танки, с которыми немцы пришли на территорию Советского Союза, она пробивала насквозь сквозь оба борта, не нанося заброневого ущерба. Таким образом, танки, простреленные насквозь, ехали дальше. Поэтому эту пушку сняли, вместо нее возобновили производство 45-ок, которое меньший калибр, она нормально обслуживала те танки, которые были на тот момент в Германии. При этом она имела скорострельность высокую, она имела хорошую маневренность. То есть, да, было мощное орудие, но в данный момент на него нет цели, нет необходимости в такой мощи. Поэтому орудие с производства сняли, и до тех пор, пока не появились тигры на поле боя, его не использовали. В перспективе оно воевало вплоть до Берлина. Так вот, о чем идет речь здесь, почему я эту историю рассказываю. Когда мы говорим о твитее с маятником, нужно понимать, что это удар мощный, с максимальной силой удара. Причем, когда мы разбирали этот удар, я говорил, что это достаточно медленный удар. Когда мы говорим о короткой дистанции, мы говорим о чем? То есть, вот мы встали, дистанция руки. Это значит, что с этой дистанции, без особого напряга, мы можем спокойно достать рукой до цели, без каких бы то ни было проблем. Рука всегда быстрее ноги. Вот каким бы крутым тэквондистом вы не были, но если вы станете на сопоставимую дистанцию, рука всегда будет длиннее ноги. Я не говорю сейчас взять боксера-профессионала, я говорю взять обычного человека, и обычный человек вот в такой дистанции, он всегда рукой ударит быстрее, чем ударит ногой. Даже без какой бы то ни было подготовки. Когда мы говорим про ближнюю дистанцию, мы говорим о том, что чем ближе мы подходим к противнику, тем более высокие скоростя нам нужны. То есть, нам нужно жертвовать мощностью ради скорости. Мощную пушку убрали, но взяли маленькую пушку, которая может сделать 20 выстрелов в минуту, которая может быстро стрелять и быстро перезаряжаться. Почему? Потому что нужна скорость. То же самое здесь. Чем ближе мы находимся к цели, тем более высокая скорость работы нужна. Теперь возвращаясь к удару, о котором мы говорим. Твит сделать можно. В каких случаях его можно сделать в данной ситуации? Его можно сделать в случае, когда перед вами стоит противник, который вообще мышей не ловит в сложной технике, и он не представляет просто, что происходит. В этом случае можно вкрутить твит. Твит, пока соперник ошарашен тем, что вы там делаете, ему в голову влетает, и он не понимает, откуда вылетело. И то, давайте говорить честно, с такой дистанцией в голову ударить достаточно сложно. Скорее всего, это будет удар в корпус. Это единственный случай, в котором это применимо. В котором имеет смысл это делать. Почему? Потому что, опять-таки, твит – это удар прямой дистанции. Ну, простите, прямого воздействия. То есть, прямолинейный. А так удар вперед. Теперь смотрите внимательно. Пока я отсюда буду крутиться на твит, мне проще вставить обчаги, добиться того же результата, при этом не тратя лишнее время и лишние усилия. Все-таки, опять-таки, прыжок занимает здоровье. Забирает здоровье и занимает силы. Таким образом, еще раз, если мы говорим о работе близкой дистанции, мой выбор – это более простые удары, которые, в принципе, занимают меньше силы, меньше здоровья и приносят больше результата. Если надо обмануть противника или ввести его в дезориентацию, тогда, да, имеет смысл делать твит. Еще твит имеет смысл делать в том случае, если вы на другую ногу бить не умеете. Да, у меня есть спортсмены, которые работают только на одну сторону, и хоть ты что хочешь с ними сделай, я не могу добиться, чтобы они работали на две ноги. Значит, да, может быть ситуация, что, например, спортсмен может бить этой ногой, да, вот. Он может с одной ноги ударить там и ап-чиаги, и долю-чиаги, и твиты крутит, ну, има проблем. А вот другая нога у него вообще не работает. Ему надо ударить с задней ноги, да, например, вот, открылась с этой стороны цель, ему с этой ноги надо ударить. Например, вот он стоит в этой стойке, цель открыта, с этой ноги, с передней ноги мощного удара не получится, а с задней ноги он не может ударить мощный удар, потому что он не умеет этой ногой пользоваться. Тогда да, тогда мы вкручиваемся и наносим атаку. Опять же таки, для меня очень сложно представить, чтобы спортсмен мог ударить твит в полете с разворотом на одну ногу, но при этом не умел вообще работать второй. Но всякие случаи бывают. В конце концов может быть травма. То есть спортсмена травмирована нога, он не может ударить. Такое тоже бывает. В этом случае как бы тоже может быть имеет смысл работать, если вы сможете аккуратно приземлиться на травмированную ногу. То есть вот как бы такая ситуация. То есть имеет смысл обмануть или если вы физически не можете ударить той ногой, которая вам нужна. Значит теперь как его сделать. Значит смотрите, все то же самое. Мы делаем маятник, мы поднимаем таз. Но проблема в том, что когда мы работаем с близкой дистанции, у нас нога не поднимется вперед, потому что ей просто подняться некуда. В этом случае мы маятник делаем под 45 градусов в сторону, закручивая корпус. Вот таким образом. По кругу. То есть мы поднимаем бедро круговым движением и вкручиваемся в середину. То есть фактически мы выполняем то, о чем я предостерегал вас не делать на предыдущем занятии. То есть мы делаем маятник не вперед, а мы делаем маятник вот так по кругу. Опять же таки при нормальном исполнении удара подобное выполнение маятника конкретно на твит нежелательно. Делают, но это нежелательно, это неправильно. Лучше маятник выносить вперед. Значит теперь, ну дальше в принципе все то же самое, что мы делали. Как выглядит этот удар, можете посмотреть. Вот. То есть еще раз. Становимся перед целью, выносим ножку по кругу на сторону под 45 градусов мимо цели. Толчок опорой ногой, удар, стоечка. Возможности применения это обман противника. И если вы не можете ударить той ногой, которая у вас делает маятник. Следующим образом нужно понимать, при выполнении этого удара вы теряете время, то есть скорость, и вы теряете силу. Ударить сильно, конкретно вот этот удар без амплитуды невозможно. Это будет легкий хлыст, который в принципе нужно понимать, что требует дальнейшей доработки. Следующая опасность, которую я вам скажу, если соперник, против которого вы работаете, не испугается, просто он не растеряется, не испугается, он просто пойдет на сближение, говорю сразу, у вас ничего не получится. Вы в него упретесь спиной, получите в голову, и на этом все закончится. То есть такова будет цена этого удара. Вот. Поэтому сделать можно, но я не советую. Хорошо. На сегодня все. В следующем видео мы будем рассматривать твит, будем рассматривать достаточно интересный твит. Я надеюсь, он вам понравится, и надеюсь, принесет вам немалые результаты на соревнованиях. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, делимся этим видео со своими друзьями. И до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok